Хей, окей, с вами шумики, мы продолжаем пройдить группа названия ЭВАЛАНВАН. Короче, я снимаюсь теперь с помощью ОБС, только с помощью него, чтобы не было рассинхронно, чтобы я с этим не мучился. Короче, что у нас здесь? Я пытаюсь понять, куда мне идти. Я сейчас вспоминал кнопки, потому что про игру я играл хер знает еще когда. Ага, ступенчики. Давайте, может, поговорим с ними. Видишь эту прекрасную пирамиду? Мы ее построили. Для чего она очень уродливо работает. Но когда все покроет вода, мы сможем укрыться в этой пирамиде. Однако, меня беспокоит одна деталь. Как думаешь, она поплывет? Не знаю. Вот великую пирамиду запрещен. Лишь пророк и старейшие послушники могут войти внутрь. Искать ключ бессмысленно. Дверь открывается только изнутри. Что вообще... Так, вообще-то иногда доставляет проблемы. Совсем недавно пророк оказался в запертии из-за случайного сквозняка. Понадобилось целая неделя, чтобы открыть дверь. А затем ее... Заменили. Пророк объявил сквозняки признаками уничтожения мира. Понимаю. Даже не пытаясь обзабраться на пирамиду. Она такая скользкая, что я даже... А знаменитые белки низа не могли добраться до середины. Чтобы попасть внутрь, придется взлететь. Но без крыльев это невозможно. Когда люди полетят, как говорится... Да, все-таки я забраться не могу. Но белки низа, это имеется в виду, которые были на Колизее. Но они уже набрали где-то, появятся. Потому что мы их немножко одолели. Так, у нас деньги есть. Я пришел сюда, чтобы стать послушником. Но тренировки новичков очень тяжелые. Нужно мастерски владеть определенными навыками. Не уверен, что справлюсь. Дождь очень сильно херячет, если посмотреть по ОПСу. Число 5 всегда интриговало меня. Нет, ну серьезно. Это особенно число для... Тебе так не кажется? Особенное. Запомни. Оно постоянно везде появляется. Сказки о пяти маленьких поросятах. Это три поросенка, я понял. История про пять мышкетеров. Мушкетеров. Три мышкетера. Ну и, конечно, пять ключей, которые должен собрать великий разрушитель, чтобы уничтожить мир. Как бы это ни было странным. Почему пять? Может, все-таки три? Подожди. У нас есть... А, нет, это вот не пять. Пуски чего-то, наверное... И жест какой-то, ладно. А сколько у меня руды этой? Три штуки. Да, куда-то мы идем. Я всегда мечтал прикоснуться к камню времени. Но лишь пророк достойный этой чести. Наше величайшее сокровище, находящееся в безопасности, на вершине пирамиды. Как думаешь, можно связаться с великим разрушителем, прикоснувшись к нему? Где твои руки, приятель? Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Окей. Нет, давайте я немножко... Громкости прибавлю им над звуком. Ну, дождь, да. Дождь стильный херячит. и сюда четверочку ты хочешь против тест новичкам нет решать тебя но уйти что-ли послушка будет спасены во время уничтожения ты хочешь против тест новичкам ну давай ладно слушай внимательно мой вопрос и выбери правильный ответ великая катастрофа была первым предназначение уничтожения мира что будет вторым нашествие саранчи что будет вторым значит еще не произошло нашествие саранчи потоп глобальное потепление птичий грипп скорее всего по идее саранча напала он был потоп потоп да именно именно поэтому мы построили пирамиду таким способом мы сможем выжить когда все покроется водой а твой обучение новичка еще не завершено говори с другими профессорами чтобы продолжить тест понятно давай ладно слушай внимательно мой вопрос и выбери правильный ответ перед уничтожением мера великий разрушитель должно кое-что сделать что именно набрать 70 уровень достичь уровня силы в 9000 собрать пять ключей пять ключей да именно несомненно есть кое-какое скрытое значение в ключах но пророка категорически в отношениях числа 5 обучение новичка еще не завершено поговорить с другими профессорами давай сласадко ты ты хочешь пройти тест новичка ладно слушай внимательного мой вопрос великое око символизирует великого разрушителя а ну выгравировано на самом драгоценном нашем сокровище что это за сокровище три форс грипп дополнительной жизни экскалибур скальбур меч великий камень времени отличная работа разумеется камень времени хранится на самой вершине пирамиды а рок нашел его возле самов вскоре после великой катастрофы поздравляем ты прошел тест новичкам но это лишь первый шаг чтобы стать послушником ты должна отправиться в ветряную долину и забраться на гору альфа на вершине горы альфа тебе придется целый день имитировать перед нашим символом великим оком лишь тогда ты будешь готов стать послушником понял как вы помните я сюда по идее приходил только чтобы немного смотреть те что где да как но вы как мы все это видим нифига я пришел так это было 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 топаре не стоит просто едим так и что у нас выходит ветряной пик это ветряной пик мы с вами не знаем где он ветряной пик а стойте мыши еще в городе не были мы не были в городе не на причале мы были вот ветряной пик мы еще не были здесь да как ты как стала жена моряка должна иметь терпение и как можно меньше переживать особенно из-за всех этих рассказов о проклятом острове интересно интересно таскотящики и бочки везде утомительно зато платят хорошо уж мне тоже кора потенку подкинут не хотят там моряки очень суеверно просто послушай их разговоры о проклятом острове они считают что там обитает призрак ужасного пирата робертса никто не знает существует ли он вообще а тем более его призрак а куда мужичок этот ушел так даже это значит и это значит им жизнь моря далеко не сахар но на суши еще хуже но хоть капитан за нами постоянно не следит блин туши нету магазинчиков мне бы прикупить на самом деле хотя бы что-нибудь последняя буря еще и сильнее все затопило с каждым годом все хуже если продолжит в том же духе то время так то море может затопить всю гавань так а вот теперь как в принципе музыка немного немного можно увеличить наверное я так и сделаю короче лучше во всех играх теперь мне ставить 50 процентов чтоб типа и не орала и чтобы так сказать мой голос был нормально вместе с музыкой типа вот так более-менее подстраивать это все дело хотя 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 если я буду так говорить то скорее всего да я все равно говорю громче музыки но главное чтоб не перебивала так 10 минут суша прошло поэтому плохо наконец-то можно передохнуть капитан заставляет работать нас не покладай руку но быть моряком это призвание открытое море изучение не звезда додавна это приключение с большой буквы вот если бы только не приходилось постоянно драться так драть палубы сворачивать паруса чинить такелаж опа а блин показалось если захочешь отправиться в плавание похвари с капитаном он отвечает за намеченный курс и время отправлениям я пришел съесть на корабль но капитан отказываться отплывать до покорай его ярость великого разрушителя но в смысле когда мы прибыли я не хочу чтобы с ним что-нибудь произошло по пути пока никто не покинет залив у меня плохое предчувствие и я почти всегда прав наверное это призрак печального известного пирата робертс этот остров проклят поверь моему слову если хочешь отплыть принеси мне экстренное письмо от какого-нибудь и совета торговцы до тех пор и я не пошевелюсь ты наверняка сможешь раздобыть его в джо воне если осмотришься но это будет немало так тебе стоит торговцы горят желанием отдавать что-то даром окей ну тысяча кронов золотых знаю нас есть поэтому окваза рушится нет поэтому если вдруг что мы с вами можем купить надеюсь это я не будет забираться процента как у нас мужик забрал хотя можем пойти на пик сразу ветряную долину а тут же изменилось все это погнали покупать потом отправимся на пик короче сделаем сначала все с пирамидой потом отправимся в путешествие ты прибыл великую торговую столицу дженову постараться не доставать проблемой и мы гарантируем твой безопасность и неразговорчив торговцы и послушники торговцы и послушники весь день я вижу лишь торговцев и послушников это безумие неужели все действительно стали торговцами и послушниками и первые дженовы верно это видно по твоему загару ты провел слишком много времени снаружи дженови мая чувствительность кожи защищена от губительных лучей солнца парами смога так давайте сразу начинать самого боком я действительно считаю что великий разрушитель вызвал великую катастрофу и зачем ему вообще собирать пять ключей чтобы уничтожить мир не знаю приятель я в детстве я всегда играл в прятки в канализации друзьями там было полно плюс и впрочем отвратительного мусора но как мне кажется тогда было хорошо но после великой катастрофы жизнь не приносит мне радости интересно как наша семья была бедной многие поколения но раньше мы хоть хотя бы не видели солнца теперь все используют смог дым закрыл солнце и все болеют лишь торговцы становится богаче и что нам с этого не переживай за будущее с моей дочери мамочка многое волнуется все так взрослые такие не знаю у вас есть что вообще тут так приключение смешной королевы автор уалт дисней хорошо что здесь нет звука в смысле звука вы хотите купить работающий так работающую на смоги печь не приходило не проходить мимо у нас самый лучше гарантируемо минимальный выбросов смогом а также нефть не превзойденные цены купите смогущую печку и вы сэкономите на дрова а это спасет больше леса и если вы купите одну прямо сейчас то заплатите на ноль целых одну процентную меньше налога так что скажете замечательно но у вас нет дома нам придется купить его прежде чем устанавливать самому печку найдите для этого друг другого торговца и я занимаюсь надува я не занимаюсь надува смысле недвижимостью великая печь великая печь великая честь для послушника быть шпионом смысле охраняй дом мистера фогвелла а так ты не знаешь мистера фогвелла он один из богатейших торговцев нас всем континенте мистер фогвелла очень хороший торговец возможно даже слишком хороший когда он здоровается я тут же хочу что-нибудь у него купить в любом случае он очень влиятельный торговец иначе мне с ним нужно будет потом поговорить когда мы все здесь исследуем любимая мая когда-нибудь я увезу тебя далеко от паров смога пряников в сельфийский лес так а прямиком реком в сельфийский лес где время неподвижно а наша любовь будет вечной а хотя так романтично но я лучше отправлюсь на замороженный континент где лишь на наша любовь будет нагревать наши замерзшие тела я твой верный рыцарь твое желание для меня закон любовь на ах моя дорогая может мне стоит пригласить с собой маму может нам стоит забыть обо всем этом какая трагический вещь еще один торговец послушник тренируется у пирамиды пророка и западать сюда на не выиграли на большую око и и нельзя не заметить вам погнали в доспехе или что-то хильное во время империи это место было приятным для детей родители которых погибли войне а прию подожди так а мы сейчас же точно в будущем наши дни это дом для людей обанкротившихся из заторговцев и у которых ничего не осталось я предпочла бы ухаживать за детьми взрослые получили по заслугам они ведь сами виноваты что оказали в долгах верно остается только гадать зачем они так поступили неужели никто не никто им не говорил что это может произойти опа уди я просто хочу умереть в одиночестве наш я очень старался приложил столько усилий я почти сумел стать торговцам и теперь я все потерял это моя вина во все виноват я сам зачем зачем я подписал этот контракт каждый день я задавал себе один и тот же вопрос снова и снова моя жена так и не пост не просила меня если подумать меня ведь учили говорить нет торговцам желающим продать мне вещи которые мне не нужны счастье в трех уровнях автор мини от заки агуту мы прям и замки мини от заки это автора так сказать аниме книг порог 1 смотрите урок 3 урок 2 смотрите урок 1 урок 3 смотрите урок 2 урок 3 смотрите урок 2 патруль пророка есть что сообщить любой человек оскорбляющий великого разрушителя считается богохульником или любой оскорбляющий пророка который послал нам как спасителя разумеется даже сомнения в существовании великого разрушителя сама по себе богохульсом так здесь я броню на могу купить добрый день у нас полно самого высоко качество товара на продажу выполнена при помощи энергии смогом выбирайте купить а у меня есть такие да новый поезд принципе по факту я могу купить а продать спасибо скоро возвращайтесь мы можем сейчас все исследовать что вообще тут есть может быть я могу это найти и не пробраться запомнили здесь можно купить броню и сколько видов так это пивная моя дочь любит играть с подружками на заднем дворе гостиницы мы не приложить чем они там целый день занимается ох но возможно ты бы хотел немного отдохнуть так у нас есть проход наверх ничего себе какая у нас здесь на ходовочка на ходовочку здесь повсюду к ним я надеюсь что пророк выпустить закон запрещающий их почему он закричал я зарабатываю миллионы на этом контракте если они не будут считать соглашение мальчик этот человек выглядит бедным не трогать меня мистер вы меня заразите в сторону старикан ты не видишь что ей еду в сторону старикан подожди я хочу вообще-то или ему а мне легко быть женой торговца конечно мы ни в чем не нуждаемся но мой муж сейчас отключается и компенсирует это подарками для девочек я думаю что им было бы лучше если бы он был рядом я не могу их угомонить я считаю что они слишком милый чтобы их наказывать это осьминожка да так нам значит нужно на задний двор сходить посмотреть что там как нам предложили становится все сложнее найти не обогащенный смот так с многом фрукты и овощи конечно не выглядит красивыми были насыщенный цвет они абсолютно безвкусны как мне так мест их помощью готовить нормальную еду не знаю поэтому что дверь убрали на задних а вот нет остался пока и вы переместили так но здесь ничего нету еда здесь ничего но она не сравнилась в ок дональдсом лучшим рестораном на всем континенте мы сейчас туда тоже сходим у нас еще по 9 3 заведений сели 4 5 вас еще для стражи есть этот помещение так а здесь все что так здесь этот охраняется еще тут во домом исследуем потихоньку не заканчивается я никак не могу найти свой ключ от библиотеки но я уверен что оставил его где-то здесь я обязательно должен его найти чтобы продолжить изучать научно-объяснение господством торговцев и оконаре агелигиозной системе поставь пост трансморфическом обществе кто-то подевался ними наверное все еще гуляет с подружками но пока она не вылезает в неприятности и не мешает мне работать и где-то чертов ключ давайте поищем ключ может мы его найдем все-таки мы да именно мы нам как-то это платят на воду нет долго загружаться все равно это место эта дверь заперта ты заметил так трубы снаружи жженого они накачают смок обеспечивающий на сценарии из чего состоит смог я не знаю да и зачем ты думаешь что он опасен а он опасен довольно сильно не мешай у меня нет тренировка я должен набраться силы если хочу забраться на гору альфа это единственный способ стать послушником эй ты сегодня твой счастливый день ты только что выиграл этот идеальный дом забрать его проще просто с этим справится даже ребенок разумеется ребенок у которого есть эта скромная плата за покупку итак что скажешь слушай мне нравится твои бронса поэтому я уступлю и и предложил тебе уменьшенную цену мэй финальное предложение так что скажешь с собой сложно торговаться ладно 500 наличными нет если у тебя нет денег так бы сразу и сказал между прочим у меня полно дел домом купим если что домик мы купим нужно будет только сходить торговца узнать сколько стоит у него там вообще это все да уж еда здесь потрясающе мы с женой всегда сюда ходим мне нравится что все натуральное ты знал что вся еда не содержит смога это значит что она здорова а что важнее в жизни чем быть здоровым здесь видите черные квадратики которые типа не видно но они видны это цвета дающий вот этот добро пожаловать в ок дональдс мы подаем здоровым изысканную пищу уже более 100 лет мой прадед основал этот ресторан который вскоре стал лучшим местом для обеда во всей джиннове он настоящая легенда в нашей семье еду я не могу педа я несколько месяцев копил деньги чтобы приготовить пригласить флору в это ресторан я так хочу рассказать и о своих чувствах но просто не могу он весь красный и почти ничего не говорит надеюсь он не съел ничего слишком острова он кажется таким изысканным это так мило должен признать когда-то тебе предлагали вступить в элиту ты легко соглашаешься я пью за всех тех идиотов которые верят в великого разрушителя без их пожертвований мы никогда не смогли бы себе это позволить никаких сомнений при приятно поесть что-то помимо ли лагерной еды повезло что у меня повысил или так иначе бы я тусовался с остальными идиотами так короче нас так уж много времени остается ну и не так уж много мест которые могут посетить так пива в армии была алиса вода похоже из брюшок инфинктив а что лежа на земле могу общаться с великим разрушителем великий разрушитель всемогущий он уничтожит мир чтобы воссоздать его как думаешь он меня слышит так тут есть опа смотри шамике библиотека империи я не уверена как она сейчас но в моих дней она уславила своими обширными документами уверена если мы зайдем в нее то сможем узнать об этом времени в периоде нам наверное есть что нибудь про проложением мажоритов мы должны найти еще один чтобы вернуться домой так как доставивший нас сюда уничтожен но мажориты довольно редкие и даже если мы его найдем как его активировать не говоря уже о том что он в итоге может отправить нас совсем в другую эру минус хватит быть таким пессимистом что еще нам остается кроме попыток мы не в силах чтобы либо изменить мой народ мой сын все они мертвы ах джимки думаю местность еще некоторое время будет так привыкать давай постараемся найти информацию как можно скорее информейшн мы поищем доступ в библиотеку открыт только для исследователей только не нет ключ да я знаю кто вообще хочет читать книги абсолютно бессмысленно эта дверь заперта ясно примерно я понял спасибо за информацию так сказать так больше здесь обращая свой взор на этот фонтан я думаю о будущем пророк все нам рассказал лишь он один знает правду вода смоет мир и все будет затоплено великий разрушитель уже занимается этим но пророк нас спасет а когда я был моложе я часа приходил и играл на улице но после великой катастрофы город стал ужасным местом в котором торговцы и послушники захватили власть а еще смог из-за него я постоянно кашляю а многие вообще слегли с тех пор я стараюсь как можно меньше находиться в джинове саку сначала давайте все перепроверим мими ключ у тебя да саку он у меня замечательно что насчет тебя карта у тебя да босс карта у меня потрясающе тем самым я объявляю операцию нет игрушек зато куча книг началась ремонт саку я думаю для нашей операции нужно придумать название получше я тоже так думаю как насчет операция супер мими фу нет это не только твоя операция она общая и поэтому я предлагаю операцию саку и ее друзья ни за что почему только твое имя на нашей операции ну может потому что это изначально была моя идея но видите это я украл ключ у подца если меня поймают я останусь без десерта как минимум 3 дня это значит что я больше всех здесь рискую хватит спорить в лобби я просто хочу читать книги спрятавшись в библиотеке без игрушек так скучно так так почему бы и не назвать нашу операцию операция книги для робь рибон нет девочки вы такие злые я сейчас заплачу рибон да ладно тебе не устраиваем истерики эй может мы все так вернемся в штаб чтобы выбрать название хорошая идея мими хорошо все возвращаемся в штаб эй подождите меня девочки штаб это задний двор с этим мы тут же разберемся так старую имперскую тюрьму забросили так как в ней не было необходимости о конечно преступников по-прежнему полно правда в основном это но кормить и содержать их слишком дорого не пойми меня неправильно мы не дикари мы не будем их наказывать или идти к того это все равно были бы слишком дорого нет вместо этого мы отправили их в смог никто никогда даже не так никогда не возвращался но мы хотя бы даем им шанс ты не похож на местного небольшой совет постарайся не богохульсовать возле послушников если некоторых ополченцев нет без разницы но здесь есть слишком фанатичные люди в чем заключается богохульса тут вариантов полно полно и правило становится все бескомпромиссней с каждым днем вот что тебе скажу лучше вообще ничего не говорить хотя ты и так не особо разговорчив так нам осталось давайте тогда еще проверим несколько мест потом мы сходим думаем я думаем потом да эта серия пускай будет называться мы становимся послушником или тип того ты веришь великого разрушителя если веришь словам послушников пророка он уничтожит мир но если попросить нас назвать точную дату они все очень неопределенные может это не произойдет еще пару веков отряды ополчения все чаще заменяют патрульных послушников пророка нет я не богохульса просто может лучше разделять эти понятия я вступил в ополчение для защиты дженовы а не разборок с богохульниками к тому же с каждым днем определенные богохульцы становятся обширнее такими темпами я даже не знаю что нас ждет может мы даже в итоге бросим всех в смог я планирую работать в ополчении несколько лет после этого я накоплю деньги и стану зажигать торговцам и это возможно так это возможно это даже написано на консультации ну мало кому это пока удавалось за исключением сыновей торговцев конечно но это ведь естественно верно в любом случае я стану первым кому это удастся мне всего лишь нужно с легкостью этого добиться да с легкостью да по факту слишком много текста очень много так после долгого дня члены ополчения приходят и отдыхают в старые дорожки империи забавно что сотни лет назад во время войны солдаты действовали и жили здесь наверное у них были очень опытные лейтенанты раз они выиграли войну если у пророка есть свои правила то и упал упал ополчение они есть первое правило ополчения не упоминать об ополчении второе правило ополчения не упоминать об ополчении и даже не спрашивая про правило 34 это отсылочка у нас сейчас на бойцовский клуб я лучше поем здесь чем в таверне так я накоплю денег чтобы хоть изредка покупать обед в окдональдсе мне слюнки текут от одной мысли об этом так и нужно еще как раз сейчас вот мы посмотрим если точно там закрыто да у нас главным-главным это был дворец императора ну а теперь отсюда управляет совет торговцев большинство торговцев проживает во дворце за исключение нескольких вроде мистера Матвела который живет в городе ты когда-нибудь и бывал в бывшем дворце императора что? как тебе это удалось? лишь совет торговцев имеет доступ во дворец ну в принципе ребят я думаю на этом мы можем и закончить в следующей серии мы зайдем в секретную комнату да там где у нас барик к ним вот туда за сундуком как раз наверное ключ получим либо карта либо все вместе взяты и сходим к самому торговцу поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока спасибо за просмотр